Президент Казахстана Касым Жумарт-Токаев в последнем обращении к нации заявил о необходимости ужесточить наказание за домашнее насилие. Сейчас тиранам грозит лишь административное взыскание. О том, как помогают жертвам бытового насилия в Караганде, в нашем сюжете. По статистике МВД, в 2022 году в Караганецкой области погибли три женщины из-за насилия на почве семейных бытовых отношений. Также в регионе выдали почти 6000 защитных предписаний на фоне домашнего насилия. Жертвам тирании помогают в специальных кризисных центрах для женщин. В Караганде такой один. Его открыл столичный фонд Кургау. Это безопасное место, куда можно обратиться за помощью и жить некоторое время. Оказывается, психологическая помощь и юридическая помощь полностью, сопровождение в документах, вплоть до того, что наши юристы могут представлять интересы этих женщин, если, допустим, она не в состоянии. Бытовые услуги, которые ходят, проживание, питание, обеспечение средствами личной гигиены, то есть всем необходимым для жизни. Приют рассчитан на одновременное проживание 18 человек. Сегодня здесь находятся 5 женщин и 7 детей. Однако еще в июне места на всех не хватало. В центре жил 21 человек. Найти адрес убежища самостоятельно не получится. Его специально не распространяют в целях безопасности. Нередки случаи, когда у пары после насилия происходит временное перемирие. Однако почти всегда, спустя некоторое время, абьюз повторяется. Насилие, можно сказать, идет по циклу. Это три фазы. Фаза напряжения, фаза разряда и фаза, как называют ее, медовый месяц. И, можно сказать, работая с женщинами, мы видим, что они все живут по этому, в принципе, ну, многие из них. Потому что к нам женщины попадают. Через некоторое время они мирятся со своими супругами. У них вот происходит вот этот медовый месяц. И бывает так, что они попадают снова к нам. Бытовое насилие выражается не только в побоях. В некоторых случаях это может быть финансовое или психологическое давление. Сексуальное насилие. А иногда у жертвы могут забрать документы, чтобы исключить побег. В похожую ситуацию попала мать двоих детей Айнур. Имя которой мы специально изменили в целях безопасности. Я проживала у Свипровки. Там надо мной, можно сказать, издевались. Я была там, можно сказать, жертвой. Свой уют создать. Сегодня женщины фактически слабо защищены от бытового насилия со стороны партнера, говорит юрист филиала Кургау Астана в Караганде Асет Карабузов. При этом ситуация за последние несколько лет изменилась. До 2017 года в Уголовном кодексе существовала статья. Побои и 109 статья, и 108 статья. Легкое нанесение вреда здоровью человека. Но сейчас, в начале 2017 года, все это убрали. Так как эта статья была для них очень жесткой. По мнению, многие не обращались в отделы полиции, потому что они не хотели сажать своих мужей, отцов своих детей. Поэтому пришлось убрать. И это заменили с административным кодексом правонарушения 73 статьей. Специалисты подчеркивают, что точных данных о бытовом насилии нет. Часто жертвы боятся заявить об этом и попросить помощи. В недавнем обращении к нации президент Касым Жомар Токаев также заявил, что в Казахстане необходимо ужесточить наказания за подобные преступления и перевести их из административного права в уголовное. Эмиль Фукс, Меджан Жума Муратов, Наталья Заяц, Пятый канал.